Волшебник Петух и жерновцы. Русская сказка. Жил да был себе старик со старухой. Бедные, бедные. Хлеба-то у них не было. Вот они поехали в лес, набрали желудей, привезли домой и начали есть. Долго ли коротко они ели, только старуха уронила один желудь в подполье. Пустил желудь росток и в небольшое время дорос до полу. Старуха заприметила и говорит. Старик, надо б на пол-то прорубить. Пускай дуб растет выше. Как вырастет, не станем в лес за желудями ездить. Станем в избе рвать. Старик прорубил пол. Деревцо росло-росло и выросло до потолка. Старик разобрал и потолок, а после и крышу снял. Дерево все растет, да растет и доросло до самого неба. Не стало у старика со старухой желудей. Взял он мешок и полез на дуб. Лез, лез и взобрался на небо. Ходил-ходил по небу, увидал. Сидит петушок, золотой гребешок, масляноголовка, шелково-бородка. И стоят жерновцы. Вот старик-то долго не думал, захватил с собой и петушка, и жерновцы и спустился в избу. Спустился и говорит «Как нам, старуха, быть? Что нам есть?» «Постой!» — молвила старуха. «Я попробую жерновцы!» Взяла жерновцы и стала молоть. «Ан блин да пирог, блин да пирог!» «Что не повернет все блин да пирог!» И накормила старика. Ехал мимо какой-то барин и заехал к старику со старушкой в хату. «Нет ли?» — спрашивает. «Чего-нибудь поесть?» Старуха говорит «Чего тебе, родимый, дать поесть? Разве блинков?» Взяла жерновцы и намолола. Нападали блинки да пирожки. Приезжий поел и говорит «Продай мне, бабушка, твои жерновцы!» «Нет!» — говорит старушка «Продать нельзя!» Он взял да и украл у ней жерновцы. Как увидали старик со старушкой, что украдены жерновцы, стали горе горевать. «Постой!» — говорит петушок золотой гребешок «Я полечу, догоню!» Прилетел он к барским хоромам, сел на ворота и кричит «Кукаряку!» «Барин-боярин, отдай наши жерновцы золотые-голубые!» «Барин-боярин, отдай наши жерновцы золотые-голубые!» Как услыхал барин, сейчас приказывает «Эй, малый, возьми, брось его в воду!» Поймали петушка, бросили в колодец. Он и стал приговаривать. «Носик-носик, пей воду!» «Ротик-ротик, пей воду!» И выпил всю воду. Выпил всю воду и полетел к боярским хоромам. Уселся на балкон и опять кричит. «Кукаряку!» «Барин-боярин, отдай наши жерновцы золотые-голубые!» «Барин-боярин, отдай наши жерновцы золотые-голубые!» Барин велел повару бросить его в горячую печь. Поймали петушка, бросили в горячую печь, прямо в огонь. Он и стал приговаривать. «Носик-носик, лей воду!» «Ротик-ротик, лей воду!» И залил весь жар в печи. Спорхнул, взлетел в боярскую горницу и опять кричит. «Кукаряку!» «Барин-боярин, отдай наши жерновцы золотые-голубые!» «Барин-боярин, отдай наши жерновцы золотые-голубые!» Гости это услыхали и из дому побежали. А хозяин побежал догонять их. А петушок-золотой гребешок схватил жерновцы и улетел с ними. К старику и старухе. Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец!